СИБИРЬ И вот где-то в конце 19 века произошел перелом. Ручеек превратился в реку, в могучую полноводную реку. Тысячи, десятки тысяч русских крестьян двинулись на восток. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда русский человек решается покинуть свои родные места, свой дом, свое поле, речку, а еще сельское кладбище с могилами предков, это всегда трагедия. Русская трагедия. Это наше неизбывное бегство. Вот что чаще всего стояло за освоением российских окраин, в том числе Сибири. От кого или от чего бежал русский крестьянин в конце 19 века? Это очень важный вопрос. Это принципиально важный вопрос. Обычно на него отвечают так. Переселение в Сибирь было следствием малоземелья. Центральная Россия с ее избыточным сельским населением средний надел не достигал уже пятидесятин. Это очень мало. Тогда как в Сибири ничего не мешало распахать в несколько раз больше. Разумеется, можно ограничиться этими экономическими резонами. Только это очень поверхностный взгляд на русский мир. А на самом деле обида. Страшная обида от несправедливости, которая стала уже нормой жизни в приформенной деревне. Вот что толкает крестьян к переселению. Мужик как будто лично уже свободен. Крепостное право отменено. Так ведь этого мужика помещик еще сильнее закомоляет условиями аренды. А по какому такому праву? Земля принадлежит человеку, который на ней не работает. С этим непоколебимым убеждением живет все русское крестьянство. Отсюда эти идеи черного передела, передела помещичьей земли. И отсюда главная причина гражданской войны между белой и черной костью. Эта война начнется уже очень скоро. В 1902 году. А пока мужики целыми деревнями записываются на переселение. 90-е годы 19 века – это уже широкое явление. При этом грамотные мужики читают сельский вестник, где ученые люди подробно пишут о тех трудностях, которые ожидают земледельцев Сибири. Но этим ученым людям, кто поверит в деревне? Никто! Йеньки и следователи не иначе, как посланные от господских детей, чтобы народ не уезжал от помещиков. Вот и весь сказ. Одним словом, не доверяют мужики господам. Ни в чем. Царю пока еще верят. И нищим божьим людям тоже верят. И вот ночует у кого-нибудь в избе эдакий божий человек и говорит, как ни в чем не бывало, что, мол, видел, собственными глазами видел, как казна строит в Сибири для переселенцев целые деревни и села под одну крышу. Но это на первое время, чтобы принять людей. А потом – каженному по дому, а где нет леса – по каменному. На утро рассказчика ведут в корчму, чтобы все услышали и все убедились в том, какая распрекрасная жизнь ожидает мужиков в Сибири. Мол, царь уже все приготовил. Идите, только идите, дети мои, на землю от господ. Они вас просят у меня. Уж лучше я, говорит государь, уж лучше я раскрою один амбар с деньгами, а господам опять крестьян не отдам. У меня в Сибири земли много. И вот выправлены все документы. У каждого переселенца на руках проходное свидетельство на типографском бланке, куда вписаны необходимые сведения. Наконец приближается день отъезда в Сибирский край. Докануне прощания все говеют три дня. Утром собираются в церкви на обедне. Там исповедуются и причащаются святых тайн. А из церкви, прямо к кабаку, куда же еще? И там до глубокой ночи будет толпиться народ. Прямо у кабака распродаются оставшиеся пожитки. И за каждую вещь выпивается свой могорыч. Как говорится, гулять так гулять. Тем более, время теплое, не то что теперь. В Сибирь чаще всего ехали летом, чтобы как-то обустроиться на новом месте. Переселение-то, знаете ли, совсем не то, что большевистская коллективизация. Тут все сугубо добровольно. А потому, как же не проститься со всем миром по-человечески? На следующий день, в 8 часов утра, на колокольне раздается удар большого колокола. Это сигнал. К храму собираются десятки подвод. Но в телеге никто не садится. С иконами крестным ходом идут за околицу. Тут батюшка отслужит последний водосвятный молебен и благословит всех переселенцев. А босс медленно трогается. Впереди длинная дорога в сибирский рай. Но каждый еще не единожды остановится, обернется. «Посмотрит на родную деревню, на родные места и, сняв шапку, осенит себя крестным знаменем». В пушкинские времена, в 20-е и 30-е годы 19-го столетия до Сибири добирались чуть ли не целый год. Ехали на лошадях по разбитому сибирскому тракту. Это очень сдерживало переселение и вообще освоение Сибири. Русский землепроходец, землеискатель пройдет где угодно. Но для переселенца нужна нормальная дорога. Он не может с семьей, с детьми, с вещами, пусть самыми необходимыми, месяцами пробираться по бездорожью. Эта проблема долго ожидала своего решения. В 1891 году при императоре Александре III началось сооружение Транссибирской магистрали. В истории освоения русского пространства это, несомненно, одно из самых выдающихся событий. Это был прорыв поставить перед империей задачу такого масштаба протянуть рельсовый путь через всю Сибирь до Тихого океана. Непосредственно на строительстве дороги будет занято около 90 тысяч человек. Это все те же мужики, а кто же еще? Темпы строительства будут фантастическими и даже по современным меркам. Всего за 4 года построят западно-сибирский участок до Омска. Это 1300 верст. В октябре 1995 года дорога подошла к Новониколаевску. Это нынешний Новосибирск. А в декабре того же года поезд пришел в Красноярск. К лету 98-го рельсовый путь подвели к Байкалу. В Сибири стало нормой строить чуть ли не 700 верст в год. И это несмотря на тайгу, безлюдья, полноводные реки и сибирские морозы. Строительство Транссибирской магистрали продемонстрировало колоссальную энергию русского народа. Но кто мог еще строить с таким размахом в то время? Больше никто. Какой была бы сегодня Россия, если бы мы так трудились еще лет 20, 30 или 50? Дух захватывает от такой картины. Но, увы, мы умеем не только строить. Столь же самозабвенно мы можем разрушать. Я уже называл эту роковую дату 1902 год. Начало гражданской войны, очередной русской смуты. Эта смута стремительно разрасталась. И к 905 году крестьянские погромы, грабежи и разорения дворянских усадеб сотрясали уже всю европейскую Россию. Что делать? И как остановить это саморазрушение русского мира? Сдать манифест, созвать Государственную Думу, объявить о гражданских свободах? Но русской деревне наплевать на эти свободы. Мужики требуют земли. Только земли. В этот критический момент во главе русского правительства встает Петр Аркадьевич Столыпин. Это 906 год. Новый премьер прекрасно понимает, что никакого одного единственного чудодейственного средства для умиротворения русской деревни не существует. Чтобы избавиться от великих потрясений, нужны разные лекарства. Столыпинский галстук виселится в том числе. Мы не станем рассказывать о знаменитой аграрной реформе Столыпина, об ее идеях и принципах. Но для нас очень важно, что программа переселения в Сибирь станет существенной частью Столыпинской реформы. При нем, при Столыпине, это дело приобретет исключительное национальное значение и масштаб. Переселенческое управление станет важнейшим и очень влиятельным государственным ведомством. Работники управления будут трудиться не за страх, а за совесть. С горением души они будут решать множество самых разных практических задач транспортных, медицинских, землеустроительных, агрономических и так далее, и так далее. И все это только ради того, чтобы русский крестьянин благополучно добрался до сибирской земли, чтобы он взялся за плуг, за работу и забыл, наконец, свои застарелые обиды. Началом Сибири для любого переселенца была станция Челябинск на Урале. Эту станцию называли столицей переселенческого движения. Здесь был построен целый городок, так называемый Челябинский переселенческий пункт. Его создатели, а это все тоже переселенческое управление, его создатели могли по праву гордиться своей работой. Кругом чистота, порядок, все устроено основательно, не как-нибудь. Подобные пункты размещались вдоль всей Транссибирской магистрали, на всех больших станциях. Но Челябинский пункт был самым крупным. Переселенческий поезд стоял здесь пять часов. Но у его пассажиров не было буквально ни одной свободной минуты. Нужно было успеть в столовую, в баню, постирать белье. Но причем большинство услуг либо бесплатно, либо за самые малые деньги, просто за копейки. Впрочем, мы немного забежали вперед. Прежде всего, санитарный обход поезда. До его окончания покидать вагоны не разрешалось. Если есть заболевшие, они будут тут же направлены в больницу для лечения, разумеется, бесплатного. Кстати, в советское время было принято писать об ужасающих условиях переселения. О том, что крестьян везли как скот, и они умирали по дороге тысячами. Это неправда. Очевидно, от избытка нежных чувств к самодержавию. Недостатки в переселенческом деле, конечно, были. При таком массовом движении их не могло не быть. И об этом открыто писали многочисленные ревизоры. Но в целом работники 54 переселенческих пунктов недаром ели свой хлеб. С условиями проезда и с медициной в основном все было нормально. А еще информация переселенцев была налажена достаточно хорошо. На Челябинском пункте с вновь прибывшими проводилась подробная беседа. Им рассказывали о том, какие условия ожидают их на новом месте. Для этой цели была приспособлена переселенческая церковь. Ее иконостас задергивался драпировкой, выдвигался экран, на котором с помощью волшебного фонаря демонстрировались различные картинки. Помимо очевидной практической пользы, это очень ободряло переселенцев. Ехать навстречу неизвестности гораздо хуже и тяжелее. Вот такие просторные двухэтажные избы появлялись в сибирских селах не вдруг и не сразу. И казна тут никому никаких хором не ставила. Все своими руками, своим собственным трудом. Сначала, прибыв на место, ставили шалаши. Потом кое-как на скорую руку закладывали земляные дерновые постройки. Все остальные заботы в сторону. Главное успеть спахать и засеять поле. И ведь поднимали по тридцать десятин. А кое-кто и по семьдесят. Это в пять, в десять раз больше, чем в России. На земле, которая никогда не знала плуга, урожаи были просто сказочные. И не только хлеб, но и картофель, клевер, овес, проса. Всего вдоволь. Через четыре года в таком сибирском селе и в помине нет никаких шалашей и землянок. По сторонам сельской улицы один за другим поднимаются крепкие добротные дома. А на площади посреди села уже стоит построенная переселенческим управлением небольшая церковь. Рядом врачебный пункт, школа, контора переселенческого начальника. И вот-вот к этому сибирскому селу, у которого еще нет ни на одной географической карте, будет подведен телеграф. А улицу осветит электричество. В сибирских селах бывало и такое. В августе 1910 года, практически за год до своей гибели, Столыпин едет в Сибирь. Поздно вечером 19-го отбывает из Москвы и утром 22-го прибывает в Челябинск. Двухнедельная поездка премьера начинается с тщательного осмотра Челябинского переселенческого пункта. Столыпин заглядывает и в больницу, и в баню, и даже пробует пищу, приготовленную для переселенцев. Ему нужно было увидеть все самому, своими глазами. Этот край этих людей, их жизнь. И на каждом шагу он будет беседовать с самыми разными людьми, но более всего с крестьянами-переселенцами. На некоторых станциях Столыпин сделает специальные остановки. И оттуда уже на лошадях отправится на сотню верст вглубь Сибири. В каком-то смысле он подводил итоги огромной государственной работы. Только за первые три года реформ в Сибирь переселилось 3 миллиона человек. Но Столыпин менее всего был расположен почивать на лаврах. Не тот человек. Он должен был еще и еще раз проверить себя, свои мысли, планы, надежды. Слишком многое в судьбе России зависело от решения аграрного вопроса. Любая ошибка или даже иллюзия подталкивала к пропасти. Не станем скрывать, но иллюзии у Петра Аркадьевича были. Столыпин сам убедился в этом, совершив поездку по Сибири. Иллюзия первая. Переселение якобы может решить аграрные проблемы европейской России. Теперь в 910 году стало совершенно ясно. Не может. Переселение гораздо ниже естественного прироста сельского населения. Иначе говоря, рождается больше, чем уезжает. Я понимаю, в современной России это кажется невероятным. Но в начале 20 века это реальность. Ну а теперь обратимся к весьма деликатному, спорному и ключевому вопросу. Сельская община за и против, про и контра. Как известно, Столыпин был противником общины. Считал ее рассадником русского социализма и источником нестабильности. Однако при освоении Сибири община оказалась как нельзя кстати и доказала свою жизнеспособность. Это тоже была иллюзия, что такие пространства можно осваивать в одиночку или только при помощи государства. К тому же община – это не одна голая экономика. Это основа русской крестьянской культуры. Разрушать этот фундамент невозможно. Этот фундамент народной жизни нужно всячески укреплять. И вот тут мне бы хотелось бы вспомнить одну замечательную мысль Александра Солженицына. Власть не способна творить народную жизнь. Простите за каламбур, это не в ее власти. Премьер-министр Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин при всех своих несомненных талантах и дарованиях, при всем своем горячем желании и доброй воле не мог умиротворить русское крестьянство. Созидание Великой России требует не только политических и экономических, но прежде всего духовных усилий. Это универсальный закон русской цивилизации. И не только русской. Он действует всегда. Даже если вместо Великой России строится великий и могучий Советский Союз. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы» в цикле «История, распятая в пространстве». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...